друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала market составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный telegram канала markets где каждый день мы постим и размещаем большое количество аналитического контента как дополнительная поддержка вам в принятии инвестиционных и торговых решений ну что ж текущая повестка экономического календаря честно говоря сегодня выделить особо-то и нечего мы продолжаем как и все те кто рассчитывает на серьезные фундаментальные события ждать протоколы которые выйдут а завтра это протоколы последнего заседания американского регулятора которые в принципе могут уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики возможно даже громко сказано потому что по сути протоколы лишь повторяю то что мы ранее слышали во время пресс-конференции руководство а федрезерва получается чуть больше двух недель назад но если среди вас есть те кто еще сомневается что американский регулятор остается предан и привержен политики более высоких процентных ставок я думаю что протоколы вам все-таки помогут вспомнить что ничего в политике федрезерва не изменилось на данный момент друзья индекс доллара на отметке 107 52 относительно стабилен торговая сессия понедельника сложилась крайне результативно мы видели что доллар продолжил развитие локального восходящего движения пользуясь поддержкой новостного фона который тянется еще с прошлой недели а именно от риторики представители американского регулятора где особое место среди всех тех кто высказывался мы отвели джеймса буллер до главы федрезерва фрб сент-люис отделения фрс и соответственно напомню что буллер то ясно дал понять что на текущем этапе на данный момент ключевая ставка американского регулятора еще недостаточно ограничивающий экономический рост чтобы можно было бы обуздать инфляцию горя простым языком фрс должен и дальше повышать процентную ставку причем по версии буллер да она может быть поднята вплоть до 7 процентов но конечно же если сложится конкретно определенные экономические условия я думаю что фрс все-таки возьмет паузу и впоследствии даже включит заднюю раньше чем достижение ставки в 7 процентов но в то же время учитывая текущий уровень ключевой процентной ставки мы конечно же прекрасно понимаем что на последующих заседаниях двух-трех как минимум фрс будет дальше повышать ключевую процентную ставку на помощь буллерду в риторике среди других представителей американского регулятора также вчера пришли глава бостона асьюзан коллинса их еще один руководитель фрб отделение фрс мэри деле которые также обозначили конкретные цифры по потенциалу роста ключевой процентной ставки и эти цифры предполагают ее увеличение до 5 процентов и выше друзья мы делаем собственно те же выводы что и раньше пока что политика американского регулятора остается той которой мы привыкли это политика последовательного повышения ставки ужесточения вот этого монетарного режима и создание условий при которых растут доходности американских облигаций соответственно поддерживают курсом американского доллара если мы снова сейчас сделаем акцент на инструмент фэдвотч попробуем оценить вероятность изменений ставки на ближайших заседаниях то по-прежнему упрёмся довольно серьезное ожидание в районе 80 процентов того что ставку поднимут на 50 байс на фонтов в декабре но не забывайте о том что постепенно начинает нарастать сила и мощь тех трейдеров которые допускают что ставку могут повысить и на 75 базисных пунктов причем каждый раз когда выходит какой-то значимый интересный стоящий релиз это вероятности повышается вот например блок данных по рынку недвижимости если это грябрьские цифры были количество выданных разрешения на строительство количество начала именно новых строек и и продажи на вторичном рынке показатели существенно лучше чем сентябрьские данные и это несколько снизила панические настроения которые присутствовали на рынке недвижимости сша я если мне не изменяет память некоторое время назад на брифингах мы с вами освещали тему значительного роста ипотечной ставки в штатах это было серьезным триггером опасений потому что на мой взгляд именно если буксует рынок недвижимости это более даже точнее это чуть менее значимый якорь и негативный фактор для экономики чем инфляция но все-таки тоже имеющий вес сейчас мы видим то что ставка до ставится высокой ипотечной она соответствует тем изменениям которые происходят с ключевой процентной ставкой но если раньше мы наблюдали за поголовным отказом новых кредитов американских домохозяйства из-за непомерных долговых обязательств а это нормально потому что американцы привыкли к ипотечной ставки в 2 процента сейчас она больше 6 процентов на данный момент после выхода блока данных по рынку недвижимости все таки эти страхи уже не так очевидны и берут еще ипотеку конечно же это ничего не значит на перспективу все может измениться но есть то что есть я советую вам обращать внимание на такие локальные фундаментальные победы американских статистиков потому что я верю в эти данные считаю что они в отличие от китайской статистики не взяты опять же не известно где а соответствует действительности поэтому на фоне поддержки представителей американского регулятора на фоне оценки fed watch вероятность повышения процентной ставки неплохих отчетов повышение доходности американских облигаций точнее их восстановление и попытки десятилеток вернуться снова к четырем процентам у индекса доллара все-таки есть хорошие шансы как минимум не растерять те пункты на которых он котируется сейчас но еще раз повторяю что более мощные движения по индексу доллара должны опираться на такой же стоящий фундаментальный фон а это опять же декабрь когда выйдут данные по инфляции и пройдет заседание американского регулятора рынок нефти 87 84 лоу вчерашнего дня был в районе 82 долларов за баррель причем сначала давление на нефтянку оказал значительный рост количества заболевших в китае за выходные было выявлено более 40 тысяч случаев поэтому власти пошли на новые карантинные меры пятидневный карантин в гуанчжоу как промышленный хаб и очень развитый с точки зрения индустриальной как бы составляющих регион в пекине ограничения на работу отдельных предприятий компаний бизнеса а школ публичных мероприятий серьезные ограничения на въезд и это конечно же снижает вероятность того что китай сможет полностью освободиться от вот этой темы нулевой терпимости и действующих все еще жестких ограничений мне кажется китай это последний регион где все еще сохраняются в силе подобные барьеры но с точки зрения того что там сейчас и зафиксирована очередная вспышка коронавирусных эффектов может быть в этом есть какой-то смысл также друзья вчера на рынок пришла новость о том что страны опек могут согласовать увеличение нефти добычи это соответственно привело к волне распродаж буквально в считанные секунды нефть потерял несколько процентов но на рынок также быстро пришло опровержение которое и позволило рынку восстановиться с отметки 82 доллара за баррель до 86 и 87 где собственно бренд котируется на данный момент времени я рекомендую по-прежнему держаться подальше от рынка нефти на таком неоднозначном фоне сейчас здесь нечего ловить друзья очень скоро 5 декабря вступит окончательный бага на поставку российских углеводородов посмотрим как изменится диспропорция и структура именно предложение на мировом рынке может быть мы в этом найдем повод для покупки нефти и это будет уже решающим аргументом чтобы занять новые длинные позиции по другим финансовым активом были вопросы по поводу перспектив евро сейчас котировки 102 56 я вне сделок но если вам интересно мое видение я думаю что евро продолжит дальше снижаться тем более что есть хорошее фундаментальное основание это изменение риторики европейского центрального банка который раньше придерживался исключительно жесткого подхода сейчас мы видим через комментарии представителей цб о том что ставки будут расти не так активно как должны были расти с учетом прежней оценки в частности представители цб класс кнота отметил что забедительно процентной ставки может темпы замедление роста ключевой процентной ставки могут начаться уже на заседании в декабре ну это позволило участникам рынка перестроить свои ожидания если раньше был расчет на то что ставку повысить на 75 байсных пунктов сейчас это уже ожидание ее повышение на 50 байсных пунктов главный экономист европейского центрального банка филипп лейн также отметил что европейский центральный банк уже не сможет позволить себе сохранить прежние темпы ужесточение монетарной политики на этой неделе завтра блок данных по индексам производственной активности ведущих стран и если еврозоны в целом я ожидаю плохих цифр и соответственно европейская валюта на этом фоне может просесть голдман сакс по прежнему ориентируется на то что в ближайшие три месяца пара евро доллар сможет просесть в районе 094 095 по британской валюте фунт прежний я о нем детально говорил вчера котировки 118 40 сейчас жду еще большего снижения и по биткойна друзья 15 тысяч семьсот девяносто один доллар минимум за два года и тема с крахом биржи ftex это основная резонирующая тема потому что она спровоцировала кризис недоверия к криптовалютной индустрии невиданных масштабов стала причиной колоссального оттока клинских средств с бирж и может быть заложила основу впервые вот прям так ощутимо это чувствуется для будущего регулирования со стороны власти по крайней мере минфин сша во главе со джанет хелен активно к этому призывают а учитывая сколько инвесторов оказались по сути без средства я думаю что эту инициативу конечном счете могут поддержать многие это инициатива которая касается дополнительной регуляции судя по всему как отмечают многие крипто зима которая должна была закончиться в двадцать третьем году из-за ситуации с ftx может затянуться на весь 2023 год мы пока ждем bitcoin ниже текущих значений цель 15000 остается прежней друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока